Всем привет, ребята! С вами снова я. И это рубрика «Живу 24 часа где-то». Как вы думаете, где я сегодня буду жить 24 часа? Может быть, это будет качель? Или, может быть, я проведу 24 часа под ёлками? Кстати, неплохой вариант. Нужно подумать об этом. Ладно, мы будем сегодня 24 часа проводить в надувном домике. Ну, давайте представим, что он там есть. Короче, это самый настоящий батут в виде надувного домика. По-моему, очень круто. Чума! Это не просто надувной дом, это надувной дом-арена. Это дом! Это мой дом на сегодняшний день. Открываем. Чума! Ваксик, это наш с тобой дом на ближайшие сутки. Знакомься. Теперь нам нужно взять насос. Погнали за насосом. Готово! Насос найден. Процесс пошёл. Это оказалось намного сложнее, чем я думала. Но мы надуваем уже мой замечательный дом, наверное, около часа. И это ещё не окончательный вариант. Между прочим, строительство дома идёт полным ходом. У меня есть одна стена. У меня есть фундамент. Облицовка фундамента. Нужно ещё построить три стены. Вот эту стену, вот эту стену и вот эту стену. Теперь будем строить входную группу. Вот здесь где-то должно быть отверстие. Качать мы будем здесь. Я как главный прораб заверяю, входная группа будет чумная вообще. Это наконец-таки свершилось. Мы надули наш надувной дом. Смотрите, у меня здесь даже немножечко уже облагораживается территория. Я постелила вот такой предверный коврик, чтобы можно было вытереть ножки, когда выходишь из домика. У меня есть четыре стены, у меня есть пол и нету крыши над головой. Надеюсь, что дождя сегодня не будет. Это было круто. Классно. К нам идёт наш маленький ребёнок. Он уже понял, что здесь весёлая тусня. Привет. Здорово. Заходи. Как тебе обстановка? Ты ищешь своё место, но прости, ещё пока что здесь ничего не облагорожено, твоего места нет. Смотри, какие у меня штучки классные. Их, оказывается, целых четыре. Две жёлтых и две красных, так что мы можем настоящую заварушку устроить. Кажется, что места немного, но я думаю, пара-тройка человек ещё сюда поместится. Ты залезешь? Давай, залази. Ты пролез, реально. Мне кажется, Сирия уже хочет тебе помочь. Она думает, что ты упал. Нет. Не думает? Ты что, не обнимается, видишь? Давай попрыгаем. Я думаю, не стоит, Маш. Да почему? Можно сломать всё. Сейчас он ещё копать начнёт, так вообще будет превосходно. Всё, он нашёл своё место. Вот его угол. Бакс, ты забил, да? Там твой угол, мой угол здесь. Здесь, конечно, хорошо, очень уютно светит солнышко, но не хватает какого-то действительно уюта, подушечек там, всяких пледиков, каких-то, может быть, развлечений, чего-то такого. Поэтому я предлагаю сходить в дом и взять всё самое необходимое, чтобы, если что, я могла укрыться, если что, я могла поспать. Этого здесь всего не хватает. Так что обязательно нам нужно зайти, наверное, сейчас домой. Погнали. Смотрите, что я уже собрала. Я взяла две вот такие подушечки, микрофон, чтобы, если что, хоть как-то развлекаться. Такой маленький плед, светильничек, чтобы было уютно. И где-то у меня здесь валялся фонарь, если потемнеет, чтобы я могла вообще посмотреть, чё, кого. Я думаю, знаете, что ещё взять? Хочу взять ещё тёплый плед, потому что погода такая, знаете, неустойчивая. И мне нужны наушники, чтобы смотреть какие-нибудь видосики, слушать музыку и планшет или ноутбук. Смотрите, что у меня будет заряжено. Короче, смотрите, я беру вот эти наушники. Надеюсь, они не разряжены. Ну, вроде что разговаривают. Планшет. Здесь тоже не разряжен. Ну, 77%. В принципе, нормально должно хватить. Это всё, что я бы хотела здесь взять. И обязательно надо взять какую-нибудь кофточку. Опять-таки, может стоять безумно холодно уже через 5 минут. Так, и что же мне сегодня выбрать? Пожалуй, выберу свою самую огромную худи. Мне я точно не замёрзну. Ну что ж, в принципе, я готова. Единственное, что мне не хватает, это какой-нибудь еды вкусной. Еды дома нету. Вкусной особенно. Так что предлагаю отправиться в магазин и купить там что-нибудь нужное, вкусное и интересное. Погнали! Ну что, ребят, я уже в магазине. И нам в первую очередь нужно взять что-то поесть и то, чем мы будем развлекаться. Вот эти вот штучки я не пробовала. Пастилки маршмелл. Я это хочу попробовать, так что берём. Нам нужна колбаса на батутах. Мне кажется, да. Мне кажется, мне точно нужна колбаса. Я возьму премиум колбаску. Вот такую вот черкизовую. Буду прыгать и кушать бутерброд с колбасой. Главное, не забыть хлеб. Кидаем. Ооо, я вот это точно хочу. Я видела, как из крабовых палочек делают чипсы. Берём вот эти. Честно говоря, у меня очень странный набор для батута. Ооо, вот это я точно хочу. Прикольно. Вы знаете, как я люблю всякие вкусняшки. И я хочу взять вот это. Вот это хочу взять. Смотри, она как будто вынимал кроссинг. Барни вынимал кроссинг. Всё-таки, я думаю, пришло время. Я буду прыгать и попробую. Возьмём вот эту штучку 100% белую. Причём она по скидке. Прикольно, динозаврики. Ну ладно, динозаврики. Нужно теперь взять каких-нибудь чипсиков и что-нибудь попить. Во, ребят, я нашла тот отдел, который я хотела найти со всякими развлечениями. О, светящийся лизун. Цвет золотистый, этот цвет лайм. Я вот такой хочу 100%. О, клауд слайм, голубое небо с ароматом тропик. Я думаю, нам это то, что нужно. О, это что такое? Я не знаю, что это, но мне очень хочется взять. Берём. Неплохо, смотри-смотри. На баксика похоже. Такой же милый, как наш баксик. О, вот это 100% баксик. Когда какать хочет. Ну всё, ребят, здесь вообще ничего интересного нет. Я всё взяла, пойдёмте дальше. О, я тут подумала, почему бы не набрать всяких разных напитков и не устроить тест-драйв. Возьмём вот такой напиток. Вот такой напиток. Вот такой с манго. Денису возьмём вот такой. Попробуем вот этот вот добрый артензианский. Ещё артензианская вода. О, что-то китайское. Виноград и яблоко берём. Будем всё это пробовать. И выявлять лучшего в звании и лучшем напиток года. Яблоко, гудец, сельдерей, имбирь, лимон. А, нет, спасибо. О, ребят, я думаю, это мне точно понадобится. Берём энергетики. Я такой никогда не пробовала. Такой никогда не пробовала. Вот этот берём. Возьмём. Ну и на десерт я предлагаю выбрать какие-нибудь чипсики. Я уже знаю даже, какие хочу. Думаю, пришло время наконец-таки их прикупить. Можно уже отправляться на кассу и идти прыгать. О, это был просто капец, ребята. Я набрала столько вкусняшек. У меня такой тяжёлый пакет. Ну что, у меня, в принципе, всё готово. Смотрите, остаётся лишь только это всё облагородить. Сделать всё максимально уютно. Разложить всё по полочкам, по своим местам. И здесь можно будет жить. Вау. Ну что, ребят, я здесь прям хорошенечко так обосновалась и готова провести вам настоящий рум-тур по моему дому, надувному целому дому. Итак, у нас здесь вход. И вас сразу же справа от входа встречает моя гора пледов, телефон и фонарик. Дальше. У меня здесь зона отдыха, так сказать. У меня здесь две подушечки. Вот эти вот мои рукавички, с помощью которых можно вот так вот отбиваться от кого-нибудь. Планшет лежит, наушнички мои лежат. Переходим сразу же на кухню. И здесь у меня все-все-все-все вкусняшки и развлекашки, которые мы с вами купили в магазине. Далее я вам не показала, что у меня находится слева. Здесь моя кофточка, мой светильничек, пакетик и микрофон. О, он работает. Йо, вы готовы раскачать эту тушу? Спасибо за ваш комментарий. Он был такой развернутый, обширный. Мы сразу же все поняли. Спасибо всем, спасибо. Здорово, бро. Короче, ребят, это просто офигительные чипсы. Я их тоже решила купить, они с хот-догом. Ээ, просто вау. Они очень вкусные. Бакс, что, будем с тобой смотреть сериал? Или хочешь, ютуб посмотрим? Короче, пока там Маша в наушниках сидит, мне кажется, я ей немножко скучно. Поэтому я предлагаю засыпать ей шариков немножко. Хе-хе-хе. И видит, все отекает. Я хочу, короче, взять шариков. До хера. О, меня спалили. И резко просто так высыпать на ней. Вот эти шарики. Как мне их резко высыпать? Делаем так. Я ставлю камеру. А она сид кайфует. А маленький покемон следит за нами. Короче, я поставлю камеру вот сюда. И она будет снимать сбоку. Ты обосралась? Я чуть не подавилась. О, и как мне теперь тут вообще существовать? Я даже телефон не могу найти. Крутяк, да? Классно. Ну, а я продолжаю здесь сидеть челить. Я вообще смотрела фильм, который называется «Простушку». Уже смотрю его в третий или четвертый раз. Он безумно классный. Вау! Это реально вкусно. О, это вообще какой-то cold edition. Серия white. Адреналин gold. Он такой весь золотой. Смотрите. Лакшери. Соседи, простите меня. Это очень странный вкус. Как будто какое-то дерево облизываю. У меня есть что-то поинтереснее, чем простая вода. У меня есть вода. Как-то прям вообще дровой какой-то отдает. О, вот эту штучку мы попозже откроем. У меня колбаса, ребята. У меня колбаса. Кусочки алоэ, грейпфрут со вкусом сакуры. Кто-нибудь из вас когда-нибудь ел сакуру? Реально какие-то кусочки плавают. Нормально. Bizon Black Energy. Мне страшно такое пить. А что будет, если я все энергетики намешаю? Я вообще выживу, нет? Он так воняет, ребята. Это, фу. Это прям невкусно. Прям вообще прям. Если я сейчас пойду по дому, он начнет трястись. И собака проснется. Но она так мило спит, господи. Просто посмотрите, какая милашка. Ребятулечки. Давайте посмотрим, что это такое вообще. Так интересно. Сюрприз Nemels. Один плюшевый зверек внутри. Такая упаковка красивая. Привет. Это единорог просто. И вот такую целую коллекцию можно собрать. Его зовут Дженни Бакс. Это Дженни. Эй, посмотри, два мульта на мне часы. Три на шесть. Семь под жопой мне чуть больше двадцати. Посмотри, посмотри, два мульта на мне часы. Твой выход, Бакс. Баксик. Кому колбаски? Какая колбаска. Три. Раз. Два. Три. Почти, Бакс. Почти. Нет, лежи, лежи. Ну ты так хорошо лежал. Потерял колбасу, что ли? Раз. Два. Три. Три. Давай, давай, одиннадцать лет. Бакс, ты почти у цели. Ты почти, почти у цели. Да. Что, Баксик, поели, можно и попрыгать, да? Баксик, уху. Фу, я устала, Баксик. Мы напрыгались. У нас есть вот такой вот дружок, пирожок. Я хочу кинуть его к Маше вот туда. А тебе я хотел друга принести, Маш? Какого друга? Дино, привет! И что, у меня и так тут места мало. Дино, ты такой крутой, я тебя обожаю. Слушай, можно с ним вообще зарубу устроить полную? Левый, левый. Майка молод Уау! Ой, биеда! Раунд 2 это было жестко ребята, вы не представляете, как сильно я хочу сделать слайм смотрите, у меня есть такой вот набор я очень хочу сделать слайм надеюсь, из этого набора можно будет сделать слайм тут даже есть стаканчик инструкция есть что-то какая-то длинная инструкция я не хочу ее читать вода должна быть горячей, но не кипятком полиминиловый спирт растворяется медленно поэтому надо вначале размешать порошок в воде если он растворился, не весь, дайте ему постоять у тебя кипятка нету у меня нету кипятка, где я ему возьму кипяток просто нормально вообще нет я не отчаиваюсь, у меня есть такая вот штучка слайм клауд, голубое небо с ароматом тропик баксик, смотри, мы сейчас будем тропический слайм обозревать смотри, клауд слайм пахнет мороженкой, вкусный ну такой вот он весь мокрый смотри слайм какой-то странный слайм, ну хотя бы этот слайм смотри, он как дризлит снежок, смотри можно поиграть с снежком и все, я весь шарик запортачил ну ничего, у меня тут много шариков, так что такая вот розочка классный слайм огонь вообще баксик, я тебе его подарю хей йоу, всем приветики ну что, как вам наша битва бакс-то опять ко мне пришел ура, бакси если честно, меня это все так вымотало что я даже успела тут немного вздремнуть и проснувшись, я поняла то, что уже полная темнота просто ночь на дворе кстати, сейчас подождите включу свет чтобы у меня было хорошо видно вот надеюсь, вам так лучше мне видно Я капец как замерзла, одела свою кофточку, уже укрылась всеми пледиками, сижу я на двух пледиках, потому что вся вот эта вот конструкция, видишь, мой вот этот дом стал безумно-безумно холодный, а еще он мокрый. Я не знаю, какая температура за окном, но вот так вот, просто вот так вот. А еще у меня сел планшет, у меня его Денис забрал, и только телефон меня спасает, он пока что нормально заряженный, смотрите, почти полная батарея. Я бы очень хотела горячего чая, но у меня здесь нет ни чайника, ни чая, ни уж тем более кипятка, поэтому мы сейчас просто с вами попробуем вот эти штучки. Офигеть небольшие, о, чума, мне кажется, это будет очень вкусно. Они такие холодные. Мне кажется, это будет самые холодные 24 часа, за всю историю я никогда так сильно ничего не замерзала. Обстановка по кайфу, я тут смотрю без тыжих, открыла вот эту вот упаковку с барнем, помните, мы с вами купили? Если честно, ребят, я очень хочу домой, потому что тут так холодно, я сейчас сижу, смотрю в свой выход, вот, и вижу дверь, и вижу то, что там Денис смотрит телевизор, им там так хорошо, тепло, а я тут капец как замерзаю. Я вам сейчас кое-что напишу, смотрите. Ну, вы все поняли, да, мой тоненький намек? Ну что, ребят, надеюсь, нас не украдет никакой монстр, мы будем с Баксиком ложиться спать, желаем вам классных снов, хорошего настроения, спокойной ночи, доброго утра. Я же не знаю, да, когда они это видео смотрят, и ты не знаешь, приятного аппетита, всего самого-самого-самого-самого-самого-самого лучшего. Мы вас очень сильно любим. И до скорой встречи, всем пока-пока. Прямое включение, Маша решила спать там, я вообще в шоке. И она мне надоела с этим 24 часа уже, я хочу ее реально облить водой, холодной, просто холодной водой из подскважины. Аккуратненько. Прямк! Это что, холодная? Да. Как тебе водичка? Блин, ты... Спотела? Смотри, лед какой. Это лед. Офигеть, да? Как ощущения? Мне холодно. Ты проснулась? Да у меня истерика отстанет. Меня мне холодно. Ты проснулась? У меня ноги мокрые. Я знаю. Сколько времени? Это часа два, наверное. Нюхрен спать. Я тебя ждал, ждал. Ничего не знаю, я тебя блюл водой, и все, до свидания. Пока.